всем привет вы находитесь на канале про деньги рынке дмитрий шеф ну что ж у нас рынок растет уже вторую сессию подряд и предлагаю в этом видео рассмотреть с вами итоги торгов но и что собственно у нас сейчас прямо сейчас происходит на рынке ас посмотрим сами основные инструменты посмотрим с вами валютную пау рубль доллар обсудим с вами важные интересные новости включая газпром поэтому как обычно смотрите это видео до конца не перематывая вам все станет предельно понятно но а чтобы не пропускать но выпуска обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках и так начнем с вами традиционно с индексом московской биржи в предыдущих обзорах я показывал до техническую точку зрения по индексу и вырисовывал здесь некий коррекционный флаг и говорил что скорее всего выход из этого флага будет вверх так как обычно данная фигура заканчивается выходом вверх но и собственно говоря у нас были две точки это 3200 и следующая 3233 при выходе с такой формации обычно первая точка достигается это уровень 3200 хай данного флага но а вторая точка это следующая точка следующий уровень сопротивления он у нас находит на уровне 3233 что мы собственно сейчас с вами наблюдаем драйверами у нас по-прежнему является то то же самый яндекс но и сегодня взбодрился газпром который имеет достаточно весомый вес в индексе московской биржи что же там интересно у нас произошло давайте с вами обсудим прямо сейчас обратимся к посту из моего бесплатно телеграм-канала новостной и что здесь прописано газпром начал подготовку гос а совет директоров уже завтра в четверг то есть 1 февраля рассмотрит вопрос о проведении совета директоров газпрома заочной форме распросят рассмотрит вопрос о проведении гос а и предложение в повестку дня что здесь интересного важного я бы отметил что в повестке по данным новостям должен быть включен вопрос про дивиденды которые будут рассматриваться на общем собрании акционеров но уже в мае и естественно это будет драйвер для того чтобы бумага подросла и собственно вот этот вопрос он будет включаться о размере дивидендов сроках и форме их выплат по итогам работы за прошлый год естественно на этом фоне газпром начали драйвить то есть на этой новости ведь эта новость будет означать что газпром все-таки будет да или не будет рассматривать дивиденды за 2023 год в рамках закрытого вип-канала я описывал да еще до этих новостей ситуацию технической точки зрения по газпрому докупал сегодня на 163 и 4 средний у меня 1636 и писал что здесь похоже на локальный разворот давайте обратим свое внимание здесь у нас ранее был пробит верхний канал данного клина и технической точки зрения мы пришли на тест сверху этого канала этой верхней границы что означает что если мы отбиваемся от этого уровня у нас будет продолжение лонга то есть лонговая ситуация ну и собственно говоря в очередной раз газпром был куплен на самых его лаях сейчас настоящее время мы видим что уже толпа начинает в него залезать и завтра на событиях будет уже известно будет ли включен этот вопрос а он по идее должен быть включен вот но и возможно газпром еще достаточно неплохо подскочит но хотя бы до уровня 170 кстати в своем вип-канале я пишу такие различные формации то что я покупаю различные технические моменты по акциям подписаться на которые можно по ссылочке в описании под видео я кстати веду статистику по своему каналу да по своим сделкам которые пишу в рамках вип-канала но и соответственно за январь получилось 31 и 6 процентов за один месяц я считаю что отличнейшая доходность за один месяц только января по закрытым сделкам сегодня я по газпрому частично зафиксировал позицию так как позиция была достаточно большая но оставшую часть конечно же буду держать на события где буду закрывать об этом буду писать сегодня пвк кстати также закрыта сделка с практически 1 и 2 процента вот то есть сегодня но в совокупности более двух процентов также был результат по сделкам поэтому газпром несмотря на всех его ненавидящих игроков до на новостях делает импульс я уже ранее говорю что газпром от достаточно тяжелая сейчас настоящее время бумага и подскакивать она будет только на новостях ранее напомню на этом импульсе позиции я раздавал писал что жду газпром в откат далее я достаточно четко удалось указать да где буду будут котировки примерно где их вижу но собственно говоря если разбираетесь технической части да то здесь достаточно четко это все просматривалась вот завтра будет интересна ситуация по газпрому ну и собственно говоря если газпром будет расти то это будет очередным драйвером для нашего рынка я думаю что если тем более в повестку будет включены вопрос включен вопрос по дивидендам а он скорее всего будет включен то это будет драйвером и продолжением роста по данному импульсу если мы говорим о вк то я уже неоднократно писал что здесь идет достаточно сильный достаточно сильные покупки я здесь видел достаточно такого скрупулезно и покупателя крупного здесь покупки идут под события под события да все мы с вами помним новости недавно были по вк о том что вк возможно вы купить 25 процентов и 27 процентов акции у акции озона что добавит а что добавит вк капитализацию и переоценку по рынку но практически 40 50 процентов то есть это тот потенциал на который вк может вырасти а вот поэтому будем наблюдать также за вк возможно будет откат если будет откат конечно же его нужно покупать а вот тем более сейчас здесь была некая формация на возможный откат корректировки но мы видим что сегодня опять появился покупатель и вы вытащил просто-напросто вытянул котировки вверх обновив предыдущий вот этот хай сейчас мы топчемся на сопротивление уровня 700 но если мы его пробиваем то пойдем скажем на тест предыдущих хаев да и возможно на их обновление при возникновении там положительных новостей а по сбербанку значит феврале должна быть отчетность за январь мы видим что здесь у нас была проблита накромная линия сопротивления но и соответственно после пробития данной линии это послужило драйвером для роста кодировок сейчас в принципе он стоит на месте и как бы особых драйвер наверно в текущем моменте нету но возможно ближе уже к отчетностью к отчетности попробует его разогнать до вот этого хай это 279 17 279 можно сказать то есть обычно при выходе из таких формаций идет тест вот этой границы верхней пока по сбербанку все стабильно нужно будет смотреть опять же по отчетности за январь сопоставлять ее с прошлым годом мы с вами помним что в конце прошлого года у сбербанка были расходы связанные с резервированием соответственно резервы создание резервов это всегда дополнительные расходы соответственно в отчетности отражаются как расходы и соответственно снижение чистой прибыли вот поэтому нужно следить динамику будут ли снова отчисления потому что но ставка рефинансирования стала выше соответственно кредиты стали дороже оплата по по кредитам стало для многих наверное тяжелее да то есть обслуживание долгов стало дороже и соответственно возможно появление там новых просрочек по кредитам и так далее что естественно будет являться сигналом для банка для создания резервов дополнительных резервов и эти резервы они будут ложиться на расходы у банка соответственно расходы банка это снижение чистой прибыли поэтому за январь будет интересно посмотреть показатели динамику сравнить их с прошлым годом с январем прошлого года будет ли положительная динамика в этом направлении целом по банковскому сектору центральный банк давал прогноз что в 2024 году он ждет порядка двух с половиной триллионов прибыли да но по факту как это будет нужно будет уже смотреть по истечению времени возможно показатели у того сбербанка как прогнозировал грех будут примерно такими же как за 2023 год хотя грех говорил что они должны быть не меньше вот но пока что у меня насчет этого есть некоторые сомнения при том что в двадцать третьем году была дешевая низкая денежная база да когда деньги были дешевые а а 2004 год мы встречаем уже с высокой денежной базой конечно же это некий негативный момент для кредитования и банк скорее всего в начале этого года будет получать прибыль от выданных уже кредитов но а сама статистика по наполнению кредитов по увеличению кредитного портфеля в первом полугодии во всяком случае 2002 чертого года будет заметно хуже а по валютной паре у нас сегодня особых движений нет все в рамках текущего боковика 87 5 92 и 5 оснований для укрепления доллара вернее для укрепления рубля пока никаких нет у нас сходит на нет те драйверы которые укрепляли рубль о которых я в предыдущем видео рассказывал но и последний драйвер это как правило у нас выступает продажа центрального банка валюты до связи с так скажем дефицитом федерального бюджета из-за недополученных нефтегазовых доходов соответственно это будет не за являться снижением до давления на тот же самый доллар вот так как уже 9 по моему февраля будут снижаться объемы продажи соответственно это будет служить уже драйвером для девальвации дальнейшего рубля в рамках того же самого боковика в котором мы сейчас находимся и рано или поздно мы придем на тест вот этого шипа 92 с половиной и отработку верхней границы данного канала пока мы находимся такой в некой расторговки соответственно это никаким образом не влияет на текущее положение индексом московской биржи на его переоценку валютном плане и тем более мы видим что та же самая нефть достигнув своего сопротивления пошла в откат теперь у ней уровень поддержки находится на 81 60 81 6 в рамках проданной проторговки если мы отбиваемся от это уровня то скорее всего мы пройдем на припадем на пробитие 83 7 и достижение следующего уровня сопротивления находящегося на уровне 85 также касательно газпрома новак сообщил что россия китай ведут активные переговоры по силе сибири 2 в настоящий момент да и по заключению контрактов на поставку газа в кнр по данной новой ветки которая находится в разработке ранее уже много очень новостей было по силе сибири 2 в были слухи о том что возможно скорая договоренность там подписания президента нашего да и китайского лидера в этой части далее была новость о том что монголия информирует о том что этот процесс проект ну будет отложен на неопределенное время а монголия это та территория по которой собственно данная ветка будет протянута вот но в общем поступает разносторонняя информация но это пока лишь слухи да я думаю особо на их обращать внимание не стоит на я думаю что рано или поздно все-таки по данному проекту будет какая-то договоренность возможно уже и в обозримом ближайшем будущем и вот как раз таки газпром может послужить драйвером для дальнейшего роста нашего индекса московской бирже вплоть до достижения верхней границы данного широкого боковика и я бы не ставил сейчас на газпром как прям ракету ракету до в ближайшее время но если все-таки на совете директоров будет обусловлено вот эта новость и подтверждение рассмотрения и рекомендации возможно какой-то да к следующему госадак следующему совету директоров по дивидендам то к майским да да к маю месяцу майским дням соответственно это будет драйвером для дальнейшего роста газпрома и мы можем достигнуть отметку уже к маю да на уровне там 180-185 ну а если будут согласованные дивиденды то мы увидим рост вплоть до 190-200 и закроем вот этот прошлый оставленный гэп который мы наблюдаем уже достаточно продолжительное время ну и еще одним важным до событием для рынка акций является тот что центральный банк озвучил свое мнение касательно ключевой ставки и он видит возможность снижать ее уже в во втором полугодии текущего года что несомненно будет являться драйвера ведь рынок ждал и ждет да как раз таки таких пояснений таких новостей у центрального банка касательно снижения ключевой ставки ведь все мы с вами знаем что новости они отыгрываются заранее по факту уже идет фиксация то есть заранее отыгрываются вот эти ожидания если центральный банк говорит о возможном снижении соответственно рынок уже сейчас будет начинать закладывать это снижение ставки да и соответственно драйвить бумаги и вполне вероятно мы будем иметь возможность наблюдать дальнейший рост нашего индекса наших бумаг так как снижение ставки повлекет за собой и переток ликвидности на наш рынок к тому же ко всему этому добавляется и дивидендный сезон в текущем году который будет достаточно крутым да по объему денежных средств и в совокупии от этого до всего двух факторов и многих других дает основания для полагать для дальнейшего роста нашего индекса поэтому продолжая наблюдать за рынком делаем свои ставки делаем ставки точечно широкий рынок как мы видим не растет до виду ограниченные пока что ликвидности в ближайшем время в начале февраля нас будет опио новых компаний соответственно в неком роде мы можем наблюдать отток ликвидности с бумаг но уже по а той компании которая будет в ближайшее время выходить на и пиво это деле мобиль в ней уже как мы видим из данных идет переподписка то есть уже насыщенно до насыщенные наполнены заявки вот и оставшись ликвидность конечно же обратно будет переходить на наш рынок поэтому пока взгляд положительные если мы увидим новости по газпрому насчет дивидендов то это добавит драйвер до нашего рынка ведь газпром уже достаточно продолжительное время находится в своем боковике и если он начнет расти наконец-то расшатают его да соответственно это будет неким положительным моментом и поддержкой для нашего рынка ребят вот такой небольшой обзор следим за ситуацией подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете по этому поводу деле держите ли вы бумаги газпрома либо вы его шортили слушая всяких инфо цыган да которые орут постоянно что газпром уйдет на 100 на 120 и ведь многие слушают их и встают шорт а потом почему удивляемся у газпрома того самого возникает такие искоментные импульсы но конечно же на тех шортах которые спешно закрывают до слушая вот этих всяких инфо цыган которые пришли только на рынок только что до день назад и уже дают свои так скажем рекомендации прогнозы анализы вот поэтому всегда рассматривайте компанию с положительной стороны если конечно же такие грани у компании имеется тем более в преддверии дивидендного сезона шортить бумаги по которым возможно дивиденды но это так так себе история ребят ну что ж на этом я с вами прощаюсь всем удачи всем хорошего торгового дня всем пока пока